Сара, мук, баганар, валяй, па, гудурла, туба, звайцы, цад, голосная, инкара, губ, сыкала, шизол. Присяга – это клятва веры и правды, доблестно и отважно служить Родине. Произнести ее обязан каждый заступающий на службу. Взяв в руки оружие, молодой человек становится защитником Отечества. А это вам не просто метко стрелять и быстро бегать. Это знать, ради чего ты готов отдать свою жизнь. Но молодежь, как бы воинственно ни смотрелась в полном обмундировании, думает о хорошем. А главное – о будущем. Я, естественно, хотел поступить в военное училище, но у меня, можно сказать, не вышло. Поэтому встал в ряды в этом году. Да, хочу в следующем году, как только закончу армию, пойти на лейтенантские курсы, так сказать, продолжить по военной линии. Потому что мне, естественно, нравился военный устав, можно сказать, еще и их форма и весь этот порядок, можно сказать, строго. В семье никого нет, но я хочу стать первым, кто решил пойти по этому пути. Большинство из этих молодых людей – выпускники вузов. Пойти в армию, а не на работу – их осознанное и самостоятельное решение. В этом году закончил международные отношения и сразу сам напросился, сказал, я должен, значит, я должен. И потом. Ну, как любая мама. Я говорю, может, чуть-чуть поработаешь, потом пойдешь. Он сказал, нет. Я лучше пойду туда, потом поработаю. Видно будет. Всего 37 военнослужащих приняли в этот день на срочную службу в ряды Абхазской армии. Это те призывники, кто успешно прошел курс молодого бойца. Цели и задачи, поставленные министром обороны перед руководством учебного центра, выполнены в полном объеме. Порядка 200 человек качественно подготовлены в стенах учебного центра и распределены. Мы военнослужащие ознакомлены с тактико-техническими характеристиками вооружения, военной техникой, обучились строевым приемам, получили практические навыки стрельбы оружием. На этом весенний призыв завершен. Но текст воинской клятвы еще будет звучать на плацу Генерального штаба Министерства обороны. Впереди учебка и присяга абхазских курсантов российских военных вузов. Их в этом году 51 человек. Мария Накотова, Рамо Камкия, Абаза ТВ. Рамо Камкия, Абаза ТВ.